Наш эфир продолжается, и сейчас мы поговорим об интересных событиях, которые нас уже ожидают совсем скоро. А расскажет об этом Дарина Сафонова, главный редактор радио и телевидения ТРК Крым. Дарина, что же вы такое расскажете сегодня? Я расскажу о том, что ваша, наша общая программа «Утро нового дня» переживает очередной запуск-перезапуск обновления. Вы в курсе вообще? Конечно, конечно, это мы интригуем зрителей. Я, например, не в курсе, поэтому мне крайне интересно. Я хочу узнать, что будет нового, что останется из старого, от чего отказываться вообще никогда нельзя. Ну, начнем с того, каким должно быть утро у нашего, любого человека, да, вот у вас, у нас, у меня. Оно должно быть легким, должно быть, ну, позитивным, да, должно быть, ну, может быть, интересно, да, в какой-то степени. Должно быть информативно. Вот я включила телевизор, должна узнать последние новости, что там произошло в мире, да, в Крыму у нас, что в городе у нас произошло. Я должна зарядиться хорошим настроением. Может быть, я должна узнать что-то полезное, да, какой-то лайфхак и так далее. Вот, собственно, вот это все и будет. Оно и есть, ребята, в вашем, нашем общем утренового дня, но что мы решили изменить? Значит, мы решили совместить две вроде бы несовместимые вещи. Мы хотим сделать ваше, наше утро более информативным и в то же время более развлекательным. Ничего себе. Да, казалось бы, несовместимые вещи. Ну, спрашивайте меня, как мы это будем делать. Ну, во-первых, самый первый вопрос, прежде чем мы разберем, наверное, по полочкам, как мы все это будем делать, я хотела узнать, менялась площадка на протяжении трех-четырех месяцев три раза. Почему и как? Кто инициатор? Ну, во-первых, вам же понравилось? Конечно. Ну, правда же? Я думаю, нашим телезрителям понравилось. Они все время, думаю, с удивлением включают телевизор и думают, что же там новенького приготовили наши любимые ведущие. Значит, то на пляже в рамках фестиваля «Экстрим Крым». Ну, правда же, было здорово, сзади было море, вокруг пляж, люди. Там, чайки, да, море. А главное, покупаться можно в любой момент? После эфира. После эфира, да, да, да. Правда, жарко там было, да, немножко в некоторые моменты. Потом мы все переехали на крышу, на 16-этажку. Было бы, правда же, было здорово, свежий воздух. Ну, конечно, погодные условия такие немножко экстремальные иногда, да. Помните, там дождь налетел, векер. Было дело, да. Да, было дело. Но я думаю, наши вот жители Крыма, наши телезрители с удовольствием смотрели вот эту свежую утреннюю картинку. Вот эти первые лучи солнца, наверное, падали в первую очередь на вас, на вашу команду, наших ведущих, а потом уже на весь город. Потом у нас была чудесная площадка в зимнем саду Напыкса. Ну, правда же, всем понравилось? Чудесная, прохладная, свежая. Телезрители этого не заметили, что вам там было прохладно, да, это такая тайна, да, наш бэкстейдж, да. На самом деле, с виду было, что вы сидите в тропиках, вам тепло, жарко, вокруг там попугай, да, и классно все. Вот теперь вы здесь, в антураже музея нашего, да, телевидения. Мы рассказываем о том, что мы перешли на цифровое телевидение. Вот это вот как бы воспоминание о былом, да. Вот, то есть это, ну, во-первых, это интересно. Это интересно и вам, наверное, и телезрителям, поэтому мы меняли локации. И я думаю, что, в общем, зрители оценили, да. Я регулярно слежу за рейтингами нашей, вашей, нашей общей программы утренного дня. Они действительно всегда высокие, они растут, и это радует, правда же? Вот, по поводу вашего первого вопроса, что останется, а что изменится? Останется, я надеюсь, такая легкая подача, да. Ну, правда, с утра не хочется загружать зрителя, и им не хочется загружаться чем-то таким тяжелым, да, не напрягаться, не хочется. То есть, вот, это будет развлекательная часть. Вы будете веселить наших телезрителей, развлекать, будете рассказывать интересные новости. Мы будем добавлять туда. Вот что еще, да, с чем утро, с завтраком? Мы очень хотим добавить небольшую такую кулинарную рубрику и готовить какие-то легкие завтраки в эфире. Главное, чтобы мы их потом пробовали. Ну, я думаю, что все попробуем. Вот, потом у нас будет такой, знаете, технозавтрак. Я надеюсь, что у нас... Это же все планы, правда? То есть, ну, дай бог, чтобы все сложилось. А у нас технозавтрак. Как это мы будем так легко и интересно рассказывать о новинках технических, что там изобрели наши... Ну, это на самом деле очень популярно на сегодняшний день, актуально, поэтому здорово. А главное, что все по списку, правильно? Сначала покушали, а вот потом такие новости. Да, потом у нас запланирована, значит, такая рубрика. Наш прекрасный корреспондент Александр Кононов, который недавно был у вас на стриме, да, в эфире. Мы надеемся, вот он будет задавать забавные вопросы, смешные, может быть, немножко провокационные нашим прохожим, да, в городе. И интересно же, что ему ответят. Интересно, что из этого выйдет. Да, главное, чтобы... Без последствий. Вот. А что с информационной точки зрения? Чего мы добавим информативного? Ну, вот вообще, да, несочетаемы немножко жанры развлекательные и информационные. Ну, это очень сложно, конечно, поставить на весы, чтобы это все было ровненько. Совместить. Грамотно, совместимо. Да. Вот. Это было самое сложное. Значит, у нас будет такая, знаете, история, как на федеральных каналах. Ну, понятно же, мы подглядываем, да, у коллег учимся, вот, у старших. Значит, у нас будет, я надеюсь, что все тоже получится, приходить будет к вам третья ведущая. Вот вы представляете, у вас, наконец, появится еще одна коллега, или он, или женщина. Она будет рассказывать, или он, новости. Она будет связываться с нашими филиалами. Как вы знаете, у нас есть филиалы в Керче и в Евпатории. Значит, мы будем перекличку с регионами делать. Они будут рассказывать о своих там новостях, да, городских, о своей... Вот как стримы из Симферополя. То же самое будут стримы из Евпатории. Они будут рассказывать, там, какая у них погода, на самом деле, как вот по ощущениям. Это очень интересно. Да, ну, то есть вот этот информационный блок, он будет вроде как в рамках программы, но в то же время немножко отдельно. Так делается, да, мы знаем, как приходят экономические обозреватели, спортивные обозреватели, рассказывают свои новости, уходят, а развлекательная часть продолжается. Дарина, к сожалению, у нас время подходит к концу. И даже не к сожалению, потому что всех секретов все-таки раскрывать пока что не стоит. Интрига останется, да. Так что пусть люди смотрят. Оставить, но я напомню, что у нас в гостях Дарина Сафонова, главный редактор радио и телевидения ТРК Крым.